Я приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Как бы ни было сложно, но все-таки благодарю вас. Вы смотрите видео и следите за мыслями совершенно разных экспертов, которых я приглашаю. Константин Эггерт, немецкой волны, журналист, известный обозреватель. Константин, здравствуйте. Константин, множество вопросов. И, ну, наверное, начать я хочу с парадоксального. Вот смотрите, Украину лупят ракетами, ночью что-то взорвалось на двух аэродромах, а Путин едет по Крымскому мосту. И, внимание, говорит, что очень важно сохранить сухопутное сообщение с Крымом. Такой тонкий момент издевательства над Украиной, не находите? Ну, конечно, вся политика это издевательство. Что ж, ну, он, конечно, не знал, что некий неизвестный дрон, в кавычках, ударит по аэродрому в Энгельсе, где стоят вот эти Ту-95. Но про то, что каждый день его силы обстреливают украинские города и заставляют людей прятаться в бомбубежищах, как моя мама пряталась в Москве в 41-м году, вот это он знает очень хорошо. И его вот эти все, так сказать, намеки, это намеки, наверное, на то, что не отдадут Мариуполь, не отдадут, в общем, грубо говоря, вот этот коридорчик, который ведет в Крым сухопутный. Это для него очень важно, потому что снова увидеть Крым в этой, так сказать, сухопутной изоляции. Даже если учитывать, что реально туда ничего, особенно, на мой взгляд, в этот период доставлять нельзя, не только из-за повреждений моста, но это просто риска. А ввоза каких-то крупных, если туда пойдут потоки транспортные, то их же будут обстреливать, это понятно. Но важно вот что, понимаете, Александр, вот мне часто задают вопрос в эфире моей же Deutsche Welle или BBC, все что угодно, не только блогеры, как вы, так сказать, влогеры. Вот какая у Путина стратегия, какой у него план? А я хочу сказать, что плана у него сегодня особенного-то нет и быть не может. План весь Путина, он заключается в стратегии. Она, а, ограничивается тем количеством боеприпасов, которые у него есть. Там крылатых ракет, снарядов и так далее. Это номер один. А эти снаряды, боеприпасы и далее по списку используются только для одного. Если уж есть какая-то стратегия, то она такова. Нанести максимальный ущерб Украине. Грубо говоря, разнести украинскую инфраструктуру в щепки. И заставить, с одной стороны, Запад наблюдать это. С тем, чтобы западные люди, западные политики стали говорить, ну, все-таки, знаете, такой ужас. Ну, надо что-то мира достигать. И в надежде. Тут я думаю, что надежда... Я не претендую на хорошее понимание украинского общества, особенно сейчас. Она, конечно, война очень сильно меняет многое. Но, тем не менее, Путин его не понимает еще больше, чем я. Я бы так сказал. Еще более не понимает. Вот. Но это нам с вами не надо ходить в эфир, чтобы это сказать. А вот во всем остальном, я думаю, именно это. Путин очень хочет, чтобы эта зима стала демонстративно трудной и для Украины, и для Европейского Союза. С тем, чтобы, пока он будет продолжать еще расходовать снаряды, оставшиеся со времен товарища Сталина для обстрела Украины, по мере того, как все будет приближаться к следующей зиме, ну, если вдруг, все бы сказали, нет, еще одну такую зиму не надо. Но он не принимает во внимание вот что, на мой взгляд. Первое. Европейский Союз за этот год сделает все для того, чтобы максимально уйти от российских энергопоставок. Если бы уже Германия временно прекратила закрытие атомных станций, купила первый терминал, или арендовала, я не помню, купила, арендовала, первый терминал, как его господин называется, СПГ, сжиженного газа. Там, Литва уже купила его давно, и, в принципе, переориентация Балтийского, вот этого, так сказать, энергетического коридора и Польши тоже идет полным ходом. Я думаю, что на этом фоне преимущество получит, конечно, Турция как страна транзита, далее идет Центральная Азия и так далее. Но я уверен абсолютно, Катар, но я уверен, что к следующей зиме Европа будет готова больше. Украина, конечно, сложнее. Но здесь важна, и это, на мой взгляд, вызов, который тоже Путин попытается сделать максимально тяжелым. Готовы ли будут западные страны продолжать оказывать материальное содействие Украине? Вот сколько нужно еще генераторов? Сколько нужно каких-нибудь оборудований для починки станций? Готовы ли украинцы еще одну? И дальше, и дальше. Может, холодное лето будет. Готовы ли жить по-прежнему с буржуйками, с этими портативными какими-то генераторами переносными и так далее? То есть, это, ну, а что ему осталось? Ему осталось только истощать. Других вариантов нет. И профессиональных вооруженных сил не хватает, чтобы сломить Украину, потому что, понятно, он все-таки должен держать кого-то на границе с Китаем, на границе с Финляндией, в Белоруссии и так далее, на территории России тоже. Это все создает определенные ограничения, и это оставляет ему только одно. Вот эту совершенно чудовищную войну на истощение. Константин, а еще об одном аспекте мы, ну, для чистоты, полностью, чтобы полно ответить на этот вопрос, мы не упомянули, это расчет на беженцев в Европу. И, ну, давайте не будем лукавить и, собственно, как бы наводить тень на плетень, не такая помощь, как в самом начале войны от европейских стран для украинцев. Вот не такая была лучше и больше и всеобъемлющая эта помощь. Сейчас мы видим, что некоторые страны, да что там, почти все, кто существенно, кто чуть меньше, но сокращают поддержку беженцев. И, собственно, в этом ведь тоже есть циничный расчет, наводнить Европу украинскими беженцами, которых нужно, ну, собственно, плохое слово, но переварить в обществах, потому что возвращаться назад, вот уже, собственно, по большому счету многие и не планируют. Конечно. Вы совершенно правы, Александр. Будем смотреть правде в лицо, значительная часть всех людей не вернется. Если еще годик они проживут, они будут искать работу, начнут учить язык, дети идут в школу, они начнут говорить по-литовски, польски, немецки, далее по списку, на ирландском диалекте английского языка. И я думаю, что, более того, я замечу еще что, если Путин попытается сделать то же самое, что он сделал в Сирии в 15-м году и подбросит еще пару миллионов в Ближнего Востока, а они постоянно пытаются делать вот у нас здесь на границе в Литве. Если, ну, вы знаете историю, в прошлом году это было наиболее заметно, то, представляете себе, вот, ну, эти общества взводят, ну, сколько можно, беженцы и беженцы, беженцы и беженцы, ну, сколько же мы можем, да? Мы же тоже не железные. На это тоже, конечно, есть расчет. Естественно. Я бы сказал здесь, к этому примыкает, здесь я с вами сейчас соглашусь, но к этому примыкает еще одна проблема. Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские страны и Соединенные Штаты, по сути дела страны НАТО, прежде всего, не дают Украине то, с точки зрения вооружения, что могло бы переломить ситуацию на фронтах. Потому что, если продолжать вот эту политику, все-таки мы знаем, как будто они знают, что может триггернуть Путина и где он, так сказать, пойдет на эскалацию, ну, тогда эта война будет действительно затяжной. А какой эскалации не хватает, Константин? Я думаю, что эскалации разговор идет в основном про ядерное оружие и про ковровые уже там обстрелы или даже, наверное, бомбардировки крупных украинских городов. Ну, я приведу такой пример, он, может, не очень очевидный, да, но до сих пор более-менее, да, вот эти вот путинские командиры им говорили, не вводите там определенный набор координат, да, то есть, очевидно, не обстреливайте, потому что офис президент. Или памятники ЮНЕСКО в Киеве, например, да, там Михайловский монастырь, условно говоря. Вот до этого пока не дошло. Он понимает, что это будет очень-очень плохой имидж. Боятся, что в какой-то момент он испугается. Я сейчас не говорю про ядерное оружие, я абсолютно уверен, что Путин не будет применять ядерное оружие. Поясню, почему. Потому что не существует тактического ядерного оружия, существует так называемое ядерное оружие театра военных действий, но... Какой бы ни был маленький вот этот заряд, его использование есть стратегический шаг. Он имеет потребление, как не потребление, а использование вот этого маленького даже тактического, как бы как он называется, заряда, иметь стратегические последствия. И Путин это хорошо понимает. Это сотрёт очень много западных красных линий. И я думаю, что об этом речь не идёт. Я думаю, ему уже объяснили, что будет после этого. В этом абсолютно уверен. Но всё остальное, этого боятся. Этого боятся, потому что тогда придётся пойти на то, чтобы выдать Украине вот это самое оружие. И дальше смотреть на... Мы говорим, что сейчас у нас полномасштабная война, которой не было в Европе с 45-го года. А она будет ещё более полномасштабной. Она будет такой, какой она была там в разгар, условно говоря. Ну, Сталинград, представляете, там где-нибудь. Или даже не Эля Ламейна, а вот именно вот что у нас там. Сталинград. Нормандская высадка. Вот такого масштаба, понимаете, событий. И этого боятся. Несомненно, западные политики этого боятся. Несомненно, они рассчитывают так, что в какой-то момент санкции начнут работать, что Путину будет плохо, он там тоже начнёт понимать, что у него всё криво. Это потребует времени. Как и каких-то переломов в российском... В том, что с первым приближением можно попытаться всё-таки назвать российским общественным мнением, но только в первом приближении. Это тоже всё не завтра произойдёт. Поэтому, да, это большая проблема. И я думаю, что и в ЕС... Даже не думаю, а знаю. Я много общаюсь и много езжу сейчас по Европейскому Союзу. Я понимаю, что это понимают. Но, понимаете, военные решения всегда очень трудные. А Европейский Союз, например, он строится всю жизнь на вот этой идее, что мы-то как раз и принесли мир в Европе. Даже если в каком-то, в девятом или в одиннадцатом году Евросоюз получил даже Нобелевскую премию мира за создание мирной атмосферы в Европе. Ну вот, досоздавались, что называется. Для этого нужен политический перелом определённый, который частично произошёл, несомненно. Посмотрим на Германию. Я думаю, уже полного пути назад к ферштейрству и так называемой восточной политике уже нет. Этот путь закрыт навсегда. Но всё равно он пройден не до конца. И так во многих других странах. И Путин будет этим пользоваться. Вы совершенно правы. А немцы, когда Шольц говорит, что Германия станет гарантом безопасности, вообще как к этому относятся? Танки, танки почините сначала свои, сделайте их посовременнее. Какое, ну слушайте, ну это ж прям, ну, 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 Германия разоружалась так долго. Ты не перевооружишься, это немцы, конечно, очень эффективные люди. Если они наконец примут решение, что они должны стать военной силой номер один в Европе, то они довольно быстро это сделают. Ну, не думаю, что станут там, ну, они будут лучше британцев просто технологически по умению воевать. Вот так бы я сформулировал. Британская армия маленькая, но очень эффективная. Ну, число они увеличить могут быстро, потренировать людей могут, но это не один год. И я не очень уверен, что они это хотят. Вот этот пацифистский ген, что на самом деле в какой-то степени неплохо, может быть, он в немецком обществе и в немецком политическом классе заложен очень сильно. Да, будет что-то меняться. Будет больше высоких технологий. Будет больше, наверное, даже какой-нибудь будет дополнительный набор людей. Они будут... Армия же профессиональная уже почти 10 лет в Германии. Призыв отменен. Значит, будут как-то, ну, какая-то будет попытка вовлечь больше людей вооруженной силы. Раньше их привлекали, кстати, рекламы. Вы будете участвовать в миротворческих операциях в Мали. Ну, сегодня надо что-то покрученное. Что-то такое, идущее в разрез, так сказать, с таким вот, значит, нежно-феминистским подходом к жизни. Но это тоже занимает время. Поймите, ну как Германия будет... Единственным гарантом безопасности в Европе является одна организация. Начинается на N ее название. Дальше знание. Создан она в 1949 году. Других гарантий безопасности у Европы нет и не будет, но точно до моей смерти. Вот в этом мне 58 лет, вот помру, по-прежнему гарантия безопасности Европы будет... Не, ну поживите еще, конечно, вы, Константин. Ну, я буду надеяться, да, вы мне. Вот, я еще надеюсь, нормально приехать в любимую Украину вообще, чем в разговор, победившую. Но я думаю, что если серьезно этот вызов будет, наверное, переосмысливаться на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле следующего года. Но события такие, что украинцы не могут ждать, да и есть. Я думаю, что нам не хватает сегодня, и, к сожалению, я не вижу, как бы это случилось, американского лидерства в каком плане. Если Соединенные Штаты скажут, вот хорошо, пусть поляки передадут хоть один МиГ-29, а мы им его заменим. Все. Это открывает шлюзы. Это сигнал. Пока этот сигнал не дан. При всем том, что Байден в целом занимает, мы понимаем, ну, нормальную, в принципе, в целом позицию. Но они вот, они этого боятся. Путин этим будет пользоваться. Константин, миротворцы на каком-то этапе могут появиться в Украине? Ну, знаете что, все в жизни может быть. Я вот сейчас откину занавеску у себя в доме, смотрю, в летающей тарелке висит. Такой теории может быть, конечно. Но маловероятно. Вот мне кажется, миротворцы в ближайшее время тоже самки. Миротворцы должны быть тогда, когда есть миротворцы. Должны быть либо тогда, когда две стороны конфликта. Они понимают, пусть даже не хотят идти на мирность, но понимают, что они сейчас не смогут ничего сделать, значит, нужно некий буфер. Хотя бы для того, чтобы быть, а вот там миротворцы, а мы пока будем там перевооружаться, например. Либо тогда, когда обе страны реально хотят чего-то достичь. И вот есть этот миротворческий контингент, который их там разводит, который дальше начинает играть некую роль более серьезного стабилизатора, гаранта реконструкции. Да много чего можно. Я пока-то не вижу, как это произойдет. Ну, в теории может появиться, но не завтра, поверьте. Сейчас война находится в активной стадии. Сейчас мы видим, так сказать, то, что украинская стратегия, ну, пока работала. Возможно сейчас, это мое ощущение, я не военный эксперт, я там три года отслужил офицером, но это не делает меня военным экспертом. Мне кажется, может быть, надо уже сейчас украинским военным, политическому руководству смотреть на то, как она будет действовать в этой затяжной войне. Если вдруг станет быстро, это прекрасно, но, тем не менее, пока она выглядит затяжной, что вы будете делать? Каковы ваши-то стратегические задачи? В том числе, будете ли наносить больше ударов по соответствующим объектам территории Российской Федерации? Не будете. Как вы будете политически работать с, ну, например, очень важно сейчас в Украине работать с Индией, с Китаем, со всеми вот этими сидящими на двух стульях людьми. Вот, кстати, я думаю, что в этом плане, может быть, в Вашингтоне тоже этого хотят. Вот украинская дипломатия должна активно координировать с американцами и так далее работу с этими людьми. Я думаю, что понятно, что путинская операция, так как она задумывалась перед 24 февраля, провалилась. Понятно, что наши надежды, прежде всего, надежда украинцев на быструю победу, что все очистим, сейчас выпрямь всех этих людей быстро, тоже не складывается. Ну, прежде всего, потому что, как я понимаю, в том числе, Украина бережет своих солдат, своих военнослужащих. Значит, надо что-то, наверное, я надеюсь, что там занимаются залужные, все остальные, ну, что-то пересматривать, смотреть вперед. Как ограничить эти обстрелы? Вот, ну, на мой взгляд, это важно. Что делать в ответ на это? В военном, политическом, какому-либо другому плану? Коммуникационному. в Москву стрелять? Ну, смотрите, я думаю, что украинская сила в том, что до сих пор, кроме вот этого такого, ну, странного сюжета про там, расстрелы этих вагнеровцев, да, там, понимаем, да, у нас нету никаких сведений о военных преступлениях украинской армии. Ну, ясно, какой-нибудь товарищ сержант может в какой-то момент пристрелить, может быть такое, да, это не имеет массового характера. Я очень цинично звучу на тени. И второе, украинцы не уничтожают гражданских людей в России. Как только это начнется, да, я понимаю эмоции, которые связаны, но, на мой взгляд, ну, трудно мне предъявить что-то по поводу того, что я не друг Украины. И как, ну, даже в какой-то степени может быть человек, отработавший какое-то время в корпоративном пиаре, я скажу. Украина может приобрести определенные преимущества тактического характера. Ну, убежит 30 тысяч человек из Белгорода. Москва, ну, что Москва, торговый центр в Москве. Во-первых, это можно будет прикрыть. Во-вторых, если они заходят, они сами сделают, потом скажут, что это украинский инверситет. Но вы пока занимаете очень высокий уровень моральный в этой борьбе. Это очень важно. Это важнейший элемент. Это гигантское оружие потенциально. Это политический заклад на будущее. Вы не убиваете невинных, вот по-простому. Вот к вам пришел чувак с оружием, вы его замочили. А бабку какую-нибудь там у колодца, да, вот, который накроет, конечно, если вы начнете бить по, там, каким-то объектом ковровым образом, даже пусть не в Москве, а там, даже базам каким-нибудь военным. Вот на нухашу бабку может случайно накроет. Если это, например, систематический характер, то это для Украины будет не очень хорошо. Не потому, что мне хочется сказать, вот, украинцы имеют меньшую ценность, чем гражданские, чем русские. Нет, никаким образом. Но это ваша фишка. Вы этим сильны. Кроме того, чисто прагматически. Массовые удары, например, по гражданским объектам в России, которые, наверное, можно наносить, ну, как минимум, в областях, которые прилегают к Украине. Они к чему приведут? К тому, что повылезают. Вот как раз вот эти все сторонники мира в кавычках, квази-пацифисты, типа пацифисты. Та же немецкая, там, левая часть социал-демократии. Вы что видите? Вот. Им нельзя доверять. Кто это такие? Они, говорят, защищают Родину. Они не защищают Родину. Они хотят быть агрессорами. Это будет, на мой взгляд, будет проблематично на сегодняшний день. Поэтому, я понимаю желание ответить. Но здесь ваша сила в этом. Я задаю этот вопрос, потому что я уже предвосхищаю множественные комментарии. Ну, разные люди заходят. И парировать ваши мысли о моральности, ну, вот, обстрелов, да, с украинской стороны, наверное, точно будут ситуации в Донецке, там, ну, в Луганске, в Луганск не прилетало, Донецк просто ближе, и обстрелами Донецка. Вот, что можно сказать по этому поводу, и почему, ну, там, просто мне интересно ваше мнение, да, почему Европа, там, западный мир, вот эти, те, которые будут вопить, почему не вопят по поводу обстрелов Донецка? Это украинская территория. По одной простой причине. Никого другого объяснения нет. Украинцы защищают свою землю. Вот. А, я понимаю, что удары по военной инфраструктуре Российской Федерации, по политической инфраструктуре, будут восприниматься иначе. Конечно. Если бы тут прилетел дрон и там, толбанул какой-нибудь там, ну, в кавычках, министерство, да, которое имеет отношение, хотя все российские министерства имеют сегодня отношение, наверное, даже министерство сельского хозяйства, к сожалению, потому что, ну, это свойства таких режимов, они заливают ответственность у всех. Но, понимаете, есть образ, вот, его надо держать. Вот, как бы, украинский воин, это образ сегодня. Его не нужно запятнать. Я знаю, что придут, пусть говорят, потому что у меня такое мнение. Я так выражаю свою поддержку в Украине. Я пытаюсь свои мозги 58-летние вот как-то вот здесь включить. Может быть, мне смогут объяснить, что это должно быть иначе. На сегодняшний день, на мой взгляд, это ваше преимущество. И это гигантский удар по Путину. То, что вот эти все кадры детей в бомбоубежищах, там, с котами, которых они обнимают, это серьезнейший аргумент против Путина сегодня. Понимаете? А вы говорите, нет, мы этого делаем, мы круче. Вот, на мой взгляд, это так. Если бы, я говорю на сегодняшний день, если произойдет, ну, какой-то перелом, при котором украинская войска сухопутная должна была перейти к границу, например, и начать наступление на территории России, такое тоже можно, принято будет решение, ну, тем же там, Залужным и Зеленским. Ну, тогда, конечно, чего-то не избежать. Это я понимаю. На сегодняшний день украинское руководство говорит, нам там не дюйма-то, квадратного сантиметра не нужно российской территории. Мы вернем наш. Скажем, вот уже в варианте с Крымом, тут уже можно обсуждать, это как Донецк. потому что Крым вроде как считается даже на Западе украинской территорией. Ну, какой она является юридически. Это другой вопрос. Тут вы можете говорить, ну, знаете, мы освобождаем свою территорию, мы предупреждаем, мы говорим, дорогие друзья, тут вот так-то, так-то, будьте любезны, вы же там украинские граждане, вообще-то, мы же не признали ваши российские паспорта, но для того, чтобы сдвинуть оккупантов, нам надо, то есть, как бы здесь есть хотя бы понятная аргументация. Но мне кажется, что ваша сила, вот то, что я выйду сейчас на улицу и увижу, что все завешено украинскими флагами, я иногда не понимаю, я нахожусь в Литве или в Украине. Вот. Это важный момент, и это умение не отвечать на военные преступления, это очень сильная вещь. Я понимаю, эмоции все понимают. Все читали, ну, люди моего поколения, там, Оренбург, да, там, убей немцев. Ну, окей, да. Ну, немец пришел на свою территорию, да, да, надо стрелять. Вот, но это, понимаете, это как история про вот этих всех мобилизованных, да, которые, там, ну, бедные и несчастные якобы ничего не понимают. Ну, хорошо, даже если ты читаешь только телеграм-канал Соловьева и смотришь только первый, но ты уже все равно понимаешь, что вообще-то война идет на территории чужого государства, да, нехрен тебя там делал. Ну, вот, пока он не сдался, извините. Можно еще телеканал «Дождь» посмотреть. Не надо, не надо, есть Женевская конвенция, так сказать, не убиваем пленных, там, ведем, даем пожрать, чего попроще, даем позвонить маме, дальше предлагаем выбор, да, вот, либо так, либо так, либо так, оставайся тогда и все прочее. Ну, вся вот в этом плане стратегия была абсолютно правильно. Она была гуманитарная, она соответствовала международному праву, она не дает никаким, даже людям, которые мечтали бы сделать из Украины агента НАТО, мирового империализма, сианизма, которая, так сказать, живет по своим правилам и делает, что хочет, не даете войны. И это очень правильно. Константин, говорю, что можно еще телеканал Дождь посмотреть, когда вот это благородство заводит иногда в такие логические ловушки. Как вы относитесь к этому инциденту, который вокруг дождя, скандалу вокруг дождя, который расколол, ну, расколол даже самых близких по духу противников Путина? Александр, давайте так. Я предпочитаю не обсуждать коллег, тем более, которые, какие бы ни ни были, но, так сказать, оказались в эмиграции. Да, но я попытаюсь сформулировать несколько общих положений, которые, на мой взгляд, я имею право формулировать по нескольким причинам. Первое, потому что я сам живу в другой стране уже 8 лет. Во-вторых, потому что я был 7 лет руководил Московским Бюро Русской службы Британской Обещательной Корпорации Би-Би-Си, и значит, я не славню Латвию с Путинской Россией, но, тем не менее, я более-менее представляю, что такое руководить медиаорганизацией одного государства на территории другого государства. Есть параллели, всегда есть. И третье, я тоже свою жизнь провел, я прикидывался, кстати, посчитал, наверное, я провел тысячи часов, ну, точно больше тысячи часов прямого эфира в своей жизни. Поэтому тоже что-то понимаю про оговорки эфира и так далее. Ну, вот, сформулирую несколько общих положений. Первое, в условиях, когда ты живешь на территории другого государства, и более того, ты юридически зарегистрирован там, ты вынужден подчиняться законам этого государства в той, ну, в той мере, в какой, скажем, это не делает невозможной реализацию твоей редакционной политики. Да, то есть, вы не можете приехать и вещать с СНН из Северной Кореи. Вы не будете подчиняться законам Северной Кореи в этой ситуации. Но, приведу пример. Когда ты работаешь на BBC, например, то ты не употребляешь выражение «наше войско», «наше правительство», «наше столице». Ты говоришь «британские войска», «британская столица». «британская погода». Между прочим, это фактически правильно. Да, вот, начинаешь с этого, начинаешь с выбора формулировок. Второе, подчинение законодательства в том числе, например, в Латвии, кстати, в Литве, в Эстонии, в ряде других странах, происходящее в Украине сегодня признан геноцидом. Значит, соответственно, вы должны формулировать весь счет. Вы можете рассказывать о призывниках? Ну, надо формулировать как-то так, чтобы это было ясно. Я думаю, что третье, что важно. Это не все очень быстро и легко понять. Когда ты перемещаешься, буквально за несколько месяцев куда-то. Особенно, кстати, в Латвии, где, в общем-то, учитывая, ну, особенно в Риге, число, ну, для простоты, скажем, русскоязычного населения, там, где говоришь, не все русские, конечно, самые разные люди, у вас может возникнуть ощущение, что, в принципе, ничего, изменился город. Но это не так. Даже латвийские, в кавычках, русские, очень часто смотрят на жизнь иначе, и в бытовом, и политическом плане. Поэтому, это надо понять, это надо усвоить. Вам надо в этой ситуации дорабатывать свою редакционную политику, в чем-то ее тотально менять. Это несомненно, в этом сомнение не имеет. Вы оказались в новой ситуации. Более аудитория ваша другая теперь. Это в значительной степени эмигранты. Дождь сегодня, не важно, дождь, полигон, Медузу, Константина Петровича. Многие должны смотреть Эггерта через VPN, через что-то еще. Это процесс, которому надо тоже адаптироваться, желательно побыстрее. И, наконец, когда вы находитесь, ну, скажем, в моем случае, это еще было, я же руководил в BBC в относительно вегетарианские, раннепутинские и медведевские времена, вы постоянно стараетесь работать с общественным мнением. Ну, там, не очень, может быть, напористо, но, с одной стороны, вы не должны выглядеть, как люди, которые вмешиваются в местную политику. С другой стороны, вы должны объяснять, что вы здесь делаете, почему вы здесь делаете. Ну, скажем, с Би-Би-Си, ну, иностранный вещатель. Ну, ты ездил в университеты, что-то рассказывал про то, как вещают общественные вещатели в Великобритании. Куда-то там ходил, на какой-то эхо Москвы, там что-то рассказывал, объяснял, того, какие-то интерпретации своими, что на Би-Би-Си, ты публично можешь выступать, только получив разрешение руководства. Это целый процесс привыкания людей к тебе, и ты привыкаешь к людям. Я очень желаю, чтобы все эмигрантские русские СМИ поняли, что у них началась новая жизнь. И что эта новая жизнь требует новых подходов, новых редакционных политик, требует большего внимания к редакционной политике. Это реально больше просто контроль за этим, как минимум, пока все не привыкли. У меня было так. Пока, скажем, приходил новый человек в бюро, мы его нанимали. Менеджмент, хорошо, не только в моем лице, но и в моем. Вот, условно говоря, мы очень внимательно следили. Человек, пока он не привык говорить, что это британские войска, если это был российский человек, условно говоря, чтобы он там правильно проводил крайне, не говорил наш президент, про Путина или про Медведева, условно говоря, чтобы он давал всегда слово двум сторонам, как полагается предакционным правилам BBC и так далее. До этого ты внимательно мониторишь этих новичков или людей, которым ты чувствуешь некомфортабельно, пока себя чувствуют с этой политикой. Потом, когда ты видишь, что это переходит реализация редакционной политики переходит в режим полуавтоматический, все равно люди ошибаются, тогда ты понимаешь, но это видит и другие. Понимаете, тогда цена ошибки меньше, потому что все люди могут оговориться все, что можно. Но это момент, который ну, как сказать, требует в какой-то степени, вот когда ты иностранное средство массовой информации работающего в другой стране, это требует очень серьезной перестройки в голове. Особенно вдобавок, если ты эмигрант и приехал, ты должен соотносить себя с этой страной, потому что не просто потому, что юридически теперь там латвийская или польская или какое-то еще средство массовой информации, ты живешь в другом обществе, потому что ты попросил о визе, ты попросил о виде нарушительства. Это тебе народ страны X этим доказывает доверие свое. Ну, постараюсь его оправдать. Я повторяю, это трудно иногда сделать за несколько месяцев. Я, конечно, не хочу, чтобы все эти люди оказались у Путина и были им сожжены. Я думаю, никто этого не хочет. Ну, я понимаю, в Украине сейчас скажут, да, пусть так им и будет, пусть их всех там казнят на Красной площади. Я это понимаю, но сделайте шаг назад. Ну, это как пленных убивать, то же самое. Не надо. С оппозиционными политиками та же история. Посадите их там на пожизненное, понимаете, без всяких вообще проблем. Есть в стране смертная казнь, законы, но казнение. Ну, просто их нет в европейских странах. Константин, я надеюсь, я донес свое мнение. Да, я просто хочу сразу перейти, вот точно такая же история с российскими оппозиционными политиками за рубежом. Ну, российские оппозиционные политики разные, и я знаю тех, кто, на мой взгляд, не понял до сих пор, что произошло. Политикам, кстати, делать выбор лучше. Проще. Потому что, ну, политика отвечает за себя, как правило, это какая-то очень большая группа людей вокруг него. Занять моральную позицию политиков эмиграции проще, может быть, в какой-то степени. Я не буду сейчас называть имена. Но у меня возникает ощущение, что целый ряд российских политиков и общественных деятелей пытаются говорить об этом в такой обтекаемой форме. Ясно, что они не поддерживают войну, не поддерживают Путина. Это понятно. Но в такой обтекаемой форме об этом говорят иногда, что у меня возникает ощущение, что запах свежебитых будущих министерских, университетских и каких-то других кресел очень их манит. Поэтому надо как бы заранее готовить свой электорат и не говорить ему ничего, что может его как-то его душу ранить. вот это очень заметно, это трудно доказать, потому что мне сразу приведут 28 аргументов, почему этого сделать нельзя. Но это точно есть. Вот я как человек уже поживший в жизни чувствую рецепторы выработать. И это на самом деле, на мой взгляд, очень неправильный обток. потому что вот эти все заранее готовящие себе подушечки и таблички на кабинетике, вот они их никогда не получат. Потому что смена, даже если произойдет при нашей жизни какая-то большая смена в России, это будет другая смена. Там потребуются смелые люди. Там потребуются возможно даже люди, которых будут уважать за то, что они в какой-то момент заняли позицию тотального сопротивления злу. Вот я бы так сказал. Но это несомненно эти игры видны. И я тоже правда вижу, что некоторые прошли определенный путь за это время. Ну, я им не папа, и не священник, чтобы их исповедовать. Но видно по публичным заявлениям. Видно, что кто-то по-прежнему живет в этом гетто представлении о том, что завтра русский народ свернет диктатуру, и они тут приедут с кошелка. Вот мы Икс Игорькович, как же мы не подумали, вот он и должен быть премьером, министром экономики, иностранных дел, губернатором Красноярского края с алюминием, чем-то еще. Не будут такие. Все будет иначе. Я не знаю, как. Но все будет иначе. Россию из-за миграции, конечно, всю жизнь бывает первым. Россию из-за миграции смог изменить только Владимир Ленин, и то в очень специфических условиях. И специфическим образом. И специфическим образом. Поэтому мне кажется, что люди не хотят быть Ленинами. Вот они думают, что если сейчас будут говорить, что я желаю победе Украине, это будет эквивалентом поездки в запакованном, запломбированном, значим, вагоне с казеровскими сопровождающими через Швецию. Нет, это не будет. Потому что у нас сейчас очень ясные линии проведены, намного яснее, чем мы были в Первую мировую войну. Я еще застал людей, которые Первую мировую войну помнили и в своей журналистской карьере. Это, конечно, совсем другая история. И у нас мы живем в другом. Здесь назвать добро добром и зло злом очень легко. Поэтому я могу сказать, я желаю полной, окончательной, тотальной победе Украины. Возвращение всех территорий в рамках чего там было согласовано Беловежской пущей, включая Крым. Абсолютно легко это могу. И думаю, что также потребуется репарации, потребуется очень серьезная работа с российским обществом, чтобы она осознала, чему оно потворствовало все эти годы. Эта работа будет тяжелейшей, потому что понятно, что Россия, какую бы она ни была после этого, никто не будет ее там оккупировать, ставить международное управление, как Японию и Германию, этого не будет. Никто не будет заниматься, потому что никто не будет так рисковать. Никто не будет рисковать своими солдатами. Ну, украинцы заходят, не знаю. Но исходить с того, что этого не будет. Но надо будет применять какие-то другие методы воздействия. И, кстати, здесь, возвращаясь к вашему вопросу, Александр, смелость-то и потребуется. Потребуется сказать смелость сказать правду. И с этого только начинается, если он начнет, начинается моральное возрождение. Только тогда. И поэт... Очень интересные слова, я хотел бы на них акцентировать. Да, смелость сказать правду начинается, наверное, с этого. Кого мы помним? даже вот мы берем героев антинацистского сопротивления. Значительнее сейчас заплатило жизни за то, что они сказали правду. Вот и все. Вот кто-то, как граф Шталфенберг, который вообще пошел на то, что сегодня назвали терактор, и на государственную измену, по сути дела. Кстати, человек, который сказал, этот режим и Германия это разные вещи. Илья Яшин. Ну, 9 лет просит прокурор. Это из этой серии. Илья Яшин, Владимир Карамурза, это люди, у которых с точки зрения отношения к войне никогда не было никаких, ну, не было каких-то колебаний. Яшин еще с Борисом Немцовым убитым опубликовал доклад в первом стадии войны в 15-м году, незадолго до убийства Немцова. Я даже был на презентации этого доклада. И другие оппозиционные политики, ну, с именами, Алексей Навальный, у него была странная позиция по Украине, он то так, то так, вот разным аудиториям, на самом деле, разная. Мне лично в прямом эфире Коммерсант МТПМ, он сказал, меня за это уволили с Коммерсантом в 15-м году, он сказал, я не цитирую, но привожу близко по смыслу, что может быть хуже военного преступника, который контролирует страну и развязал войну, избил гражданский самолет. Вот такая была фраза Навального. Значит, он это понимает. Но кому-то еще он сидит в тюрьме, что он там выводом пришел, я не знаю, я повторяю, я ему не исповедник. Будем надеяться, что он что-то там передумывает, передумывает и передумает. Но мы точно знаем, что Яшина, Карамурза, да, они получают, Карамурза пока нет, но Яшину запратили срок и при Путине он будет продолжаться. Он будет так же, как Навальный, ходить в штрафной изолятор каждые три дня, к сожалению. Вот потому что эти люди опасны. Потому что они говорят правду. И, кстати, я вам скажу, трудно говорить о русском народе, украинцы тоже разные, бельгийцы тоже разные, все разные. Но если говорить о каких-то общих чертах национального характера, несомненно, есть, то вот я бы сказал, и это может немножко контринтуитивно, но в России ценят людей, которые стоят на своем. Вот даже если тебе не нравится, ну вот как-то в конце концов, знаете, я застал ветеранов, которые говорили, да, немцы, конечно, были сволочи. Но я помню, как я там 28 раз брал какой-нибудь редут под каким-нибудь, ну там у меня были люди, которые воевали реально в операции Багратион в 44-м году. И вы знаете, что я думаю, Александр? Вот конечно, все национальные характеры разные. Не бывает унифицированного украинца, или унифицированного русского и так далее. Но или унифицированного там неважно кого француза или американца. Но если говорить о каком-то каких-то особенностях национального характера, то в России это точно известно. Люди в принципе уважают, когда человек стоит на своем мнении твердо. Особенно, когда это мнение как-то можно обосновать. Я еще застал там людей, которые работали с моей мамой, которые воевали реально во Вторую мировую войну. И я от них слышал, когда они говорили да. Ну там условно говоря брали Берлин и немцы стояли насмерть. Это было действительно надо ли его было брать таким образом другой разговор. И в этом было уважение. Вот при всем том, что эти люди пришли, все, что они творили это известно. А мне кажется может быть это и есть подход сказать нет. вот хорошие там, а плохие вот там. И вы меня не поколеблите. Вот в этом плане я бы сказал особенно там, ну да, Яшин, Карамурз особенно всегда проводили эту линию. Я знаком с обоими и я думаю, что это действительно вот ну люди очень совестливые. Вот по-простому говоря. У них есть совесть, которую они не перешагнут. я им желаю выжить в этом адище и дальше сделать в своей жизни то, что они захотят. Понимаете? Ну, я бы сказал так, им министерские кресла, я доверю, не напрягаясь. Да. Друзья, если к этому моменту российским избирателям. Друзья, я всех призываю по ссылке, будет ссылка на канал, смотрите интервью Константина Эггерта обязательно и подписывайтесь и ну давайте как бы общаться в комментариях, потому что я знаю, что и Константин очень трепетно насколько позволяет время относится к вашим комментариям и я тоже периодически стараюсь, ну все тяжело посмотреть, но стараюсь уделять время для того, чтобы посмотреть вашу реакцию, где-то ответить, где-то отреагировать, поэтому друзья, всех призываю лайкать, комментировать, подписываться. У меня финальный вопрос и он неожиданный. Обычно ну кому как не вам известно, там заканчивают интервью на какой-то патетике, а я лепсом захотел закончить интервью. Вот прям у меня рюки нет, мне надо сбегаться налить. А я вот лепсом хотел закончить и вот этой дракой с мужчиной охранник лепсом. Я не знаю, я видел, что он бросил микрофон и очки выкинул свои. Вот это я видел, что он еще и подрал с кем-то, я упустил. Извините, новости лепсом. После концерта он, собственно, отправился в один из пабов там, на Московском проспекте, там, скажем так, с мужчиной решил сыграть, говорит, ставка будет 10 тысяч долларов. Тот ему отвечает, у меня нет таких денег. Ну и получил этот мужчина в нос, который переломан, дальше драка продолжилась на улице. В общем, уголовное дело возбудили по этому факту. Как вы думаете, ну, то, что произошло, это вопиющая история, но лепс же, певец, воспевающий режим, накажут или нет? И в этом, наверное, во многом проявится сегодняшняя Россия. Не правда ли? Да, да, конечно. Это будет зависеть, кстати, от масс-фактора. Захочет ли? Это дальше начинается история. Они начинают все нюхать воздух, как эта стая. Что? Что может быть? Какие сейчас настроения? Что там думают? Что в администрации? Да, скандал большой, конечно. Тем более, в отсутствие, ну, в изолированной стране этот скандал будет раздуваться, конечно же, всякими комсомольскими правдами и прочими делами. Вот первый будет сигнал. Заставит ли это притушить? Прежде всего, чтобы не раздувать вокруг этого разговор. Во-вторых, кто будет просить? Это тоже важно. Я думаю, наказание все-таки назначат. Но что-то мне подсказывает, что наказание это будет не такое, как Илье и Володе. Вот это точно. А потом где-то что-то на тормозах, а потом придумают, что он там прекрасно себя вел на зоне и участвовал в художественной самодеятельности. И пел рюмку водки на столе без микрофона. Так что слышно было начальнику лагеря. Ну, окей. Потом скажешь, за хорошее поведение через полгода. Это же хулиганка. Ну, уголовное дело, ну, вот, да. Или могут приклеить срок, но, скажем, потом сказать, ну, учитывая там, что какие-то обстоятельства. Заслуги. Услуги. Услуги, заслуги, да, потому что, знаете как, кого-то лишат орденов. там, у Карамурзе и у Ильи Яшина не было орденов. Ну, могут лишить, а могут сказать, наоборот, учитывая ордена, смягчаем. Ну, вокруг этого будет какая-то игра. Мне пока не кажется, что мы дошли до такой ситуации, когда его очень сильно накажут. В том числе и потому, что, вот как это ни странно, скорее наказали бы какого-нибудь депутата Государственного дома, который уклоняется от призыва сына. Вот, может быть, скорее такое. Один раз. Одного такого. Чтобы, типа, видите, вот тут у нас все равноправно. А лепс. Да, будут крутить. Будут смотреть, какая, там каких-нибудь бросят помониторить сети, посмотреть, как к этому относятся. Вот, если большинство народа говорит, что какая сволочь, блин, 10 тысяч баксов, у меня таких денег нет, та-та-та-та-та-та, вот кто он такой, что он про себя думает. Еще там, ну, скорее всего будут писать, это он же грузин. Понятное дело, грузин. это я, мы хорошо посетили эту публику, которая все это будет писать. Ну, тут можно сказать, да, ну, все-таки придется, там, какой-то, там, два месяца где-нибудь, там, провести. Может. Константин, так, а как после этого слушать и смотреть клип на песню встанем и все остальное ерунду. Слушайте, умом Россию не понять. Отличная точка нашей сегодняшней встречи. Константин Эггерт был моим собеседником. Константин, благодарю вас. Спасибо вам большое, дужи дякую, всем победа. Да, а я, в свою очередь, всем желаю добра и света. Увидимся обязательно, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok